Медведь как-то странно рычит. Мне очень больно. Брюс, ты что, спишь? Прогаливай отсюда! До того, как стать Нитой, Анита Литлфуд жила жизнью обычной девочки. Она любила читать книги, мечтала стать балериной. И с нетерпением ждала летних каникул, потому что в это время к ней приезжал погостить ее двоюродный брат Леня. Днем они обычно играли в догонялки. Но Аните это не очень нравилось, потому что Леня бегал очень быстро, и ей тяжело было его догнать. Но зато она с нетерпением ждала вечера, потому что Леня привозил с собой игровую приставку. И они летними вечерами сражались между собой в любимые игры. Но однажды в жизни Аниты произошел случай, который полностью изменил всю ее жизнь. Леня, пойдем в лес, ягод насобираем. Сама иди, я лучше на приставке порублюсь. Ты же знаешь, в том лесу медведи водятся, а я их не люблю. Ты их просто боишься. Ну, не нравятся мне медведи. Я больше люблю хамелеонов. Ладно, пойду сама. Что это? Медведь как-то странно рычит. Что-то случилось. Помогите. Спаси меня. Помоги мне выбраться. Мишка, что с тобой? Я хотел залезть на дерево. Немного меда у пчел набрать. Но попал в ловушку, в которую устроили охотники. Бедненький Мишка, сейчас я тебе помогу. Я не могу встать, у меня что-то в спине застряло. Мои ноги, я не смогу ходить. Медведь. Ты ранен. Мне очень больно. Нужно тебя скорее забирать, пока охотники не пришли. Я сейчас вернусь. Лёня, побежали в лес. Там раненый медведь. Не переживай, Мишка. Я тебя вылечу. А как тебя зовут? Брёс. А меня Анита зовут. Это мой брат Лёня. Нита. Нита. Ну, пускай будет Нита. Медведь выздоравливал долго, потому что раны были его глубокими и заживали очень медленно. Но Анита не опускала рук и усердно лечила его. Лёня тоже ей помогал, хотя ему это не всегда нравилось. И Брёсу с каждым днём становилось всё лучше и лучше. За это время ребята очень привязались к медведю. А Анита и Брёс стали лучшими друзьями. Ну что, ребята, пора домой. Вы идите, а я останусь здесь. Почему ты не хочешь домой возвращаться? Нита, я дикий зверь. И мой дом здесь, в лесу. Медведь не должен жить с людьми. Прошу, не надо. Пошли домой. Да. Лесу опасно оставаться. Кругом ловушки и охотники. Ничего, я справлюсь. Нита, ты меня вылечила. И я полон сил. Как же я теперь без тебя? Ты мой лучший друг. Не расстраивайся, мы сможем видеться. Вы ко мне будете приходить в лес. А я, может быть, как-то к вам на варенье заглянул. Всё равно я буду скучать за тобой. Мне без тебя будет очень грустно. Не грусти. Я очень благодарен вам за то, что вы меня спасли. И особенно тебе, Нита. Вот тебе амулет. Это тебе на память. О нашей дружбе носи его. И никогда не снимай. Спасибо, Брюс. Анита, нам уже пора. Скоро стемнеет. Ты слышал? Побежали обратно. Брюс, ты что, спишь? Ну, ответь хоть что-то. Он уже не проснётся. Зачем я его только отпустила в лес? Не кори себя. Это был его выбор. Пойдём, Анита. Мы ему уже ничем не поможем. Играет музыка. Брюс, это ты? Иду к тебе Брюс, ты где? Брюс Пока Что это? Пока Пока Мне страшно Проголивай отсюда Пока Брюс, это ты? Да, своим страхом ты призвала мой дух И теперь каждый раз, когда тебе будет угрожать опасность Буду приходить я и спасать тебя Мне не верится Может это все сон? Нет, Нита, ты не спишь У меня для тебя кое-что есть Вот, возьми Брюс, а зачем мне это? Ты все сама поймешь А мне уже пора Анита, ты где была? Ты что, ночью ходила в лес? Я больше не Анита Теперь я Нита И я отомшу за Брюса Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok